Народ, всем привет, всем здравствуйте, доброго утра или же дня. В магазине, в нашем любимом премиум-магазине, появилось предложение с двумя танками. На самом деле, неплохое предложение. Британские львы. Химера, которая, в принципе, обязательна к покупке, и Шарлеман. Это фугасный танк восьмого уровня, у которого есть удивительная особенность пробивать на хэш-фугасах практически все танки даже в лоб. Некоторые танки даже в лоб. Но, если ты поставишь правильное оборудование. Итак, я думаю, что про химеру тут говорить нечего, вы все прекрасно знаете, что это за танк, а вот про вот этого британца рассказать стоит. Какая-то, ребята, индукционная катушка. Итак, давайте быстренько с техническим характеристикам, но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу обратить ваше внимание на мою оборудку. Вот именно с этой оборудкой вы будете иметь те характеристики, про которые услышите. Кстати, да, набор стоит 17,5 тысяч. И я считаю, для двух нормальных, хороших танков это недорого. Поэтому, ну, один, на самом деле, химера, он должен быть у всех и у каждого уже к 2024 году. Ну, а вот этот тяж, по крайней мере, дарит немножечко другой геймплей, чем привычные нам восьмерки. Итак, все, переходим к техническим характеристикам. Все нюансы рассмотрим, наверное, уже в бою. Итак, что касается ХП. 1800. Тут нас ничем не удивишь. Броня во лбу башни 178, во лбу корпуса 110. Но могу сказать, что башня, ну, нет такого, что пробивают все на вылет. Башенкой что-то танковать сможете. По корпусу есть ряд нюансов. Корпус все-таки, наверное, картонный. Урон минуты 1887. Мало? Да, соглашусь. Если вы вдруг захотите поставить оборудку, досылатель в оборудке, вы будете иметь 2028. То есть плюс 140. Поиграйте так и так, а потом напишите, что в итоге вам понравилось больше. Я свою позицию сейчас объясню. Так, КД 12,4. Переходим к самому важному. Пробитие. На ББшке мы, ребят, с вами имеем 238 на дополнительном пробитии. Без дополнительного пробития ББшке будут пробивать 227. Ну, тоже вроде бы ничего. У меня вопрос, ребята, к осколочно-фугасным, которые шьют 174 миллиметра. Это действительно 16 миллиметров, которые дают калиброванные снаряды. Действительно стоит того. Но, повторюсь, я не настаиваю на таком оборудовании. Пробуйте и так, и так. Средний урон. 390 на ББ. Ну, докрутите до 400 уже. На фугасах. На обычных, при том, фугасах альфа 530. Но у них пробитие хуже. 75 всего. А на хэшах 470 средний альфа. А пробитие у них, ребята, на 100 миллиметров больше, чем у обычных фугасов. 174. Сведение 4.3. Разброс 0.293. Да еще и углов 8. То есть, ребята, этот танк может играть от башни. Ну, по большому счету. Ну что, посмотрим, что у него по фарму. Посмотрим, как он себя чувствует в рандоме. Могу сказать честно. Мне танк понравился. Я его не назову какой-то машиной для нагиба. Нет, просто разнообразный, просто интересный геймплей. Идем. То, что против восьмерок, это хорошо. Кстати говоря, даже, наверное, можно будет попробовать сейчас поехать в центр. В центр. К точке B. Ну, не перекатываясь, конечно. 400 альфы хочется, да. Даже оставьте на фугасах среднюю альфу. Просто на ББшке бы дать. Альфы 400. Средний. А мне нечего делать в городе, у меня тяж туда не поехал. Из шесть не поехал в город. Я не знаю, куда он поехал. Куда он поедет. Т-77 проскользнул. Я понимаю, что надо атаковать. Т-77. Я прекрасно понимаю. Т-60 уже проскочила. Наверное, нужно ехать. А, точку С уже забирают. Классно. Нет, я не поеду никуда, знаете ли. Там три танка, ребят. В городе у них три танка. Ладно, поддавливать буду пробовать. У меня один выстрел, ребята. Не хватило углов. Лишь... Лишь, как не хватило чутка углов. Ну, девять, да. Девять прям было бы, конечно, выигрышней гораздо. Согласен. Вообще, в НЛД я должен пробивать 252-го. Фугасами, я имею в виду. Я быстрее к дашу, чем он. А он, блин, специально таким местом подбор... Так, а мы сейчас по точкам сольем, и все, на этом закончится уже. Надо С брать. Три хп. Куда я попал? Так, ну, пока, вроде бы, есть шансы. Я сейчас точку перезахвачу. Понятно. Он специально меня фугасами стрелял. Полное сведение, кстати, в Тортл было. Так, ладно. Давайте посмотрим, что тут по фарму у нас будет. 29 тысяч. Ну, слушайте, не забывайте, что фугасы, они дорогостоящие. Ну, вот хэш фугаса, они дорого реально стоят. Так, разминочный бой так себе. Вот поэтому танк брать для фарма и при том не стрелять хэшами, ну, странное решение. Особенностью танка, ну, как сказать, в некоторых моментах даже, наверное, неприятной особенностью то, что ты имеешь фугасы. Фугасы, у тебя нет как таковой голды. И если ты видишь танк противника в прицеле красного цвета, то он для тебя не станет более картонным, если ты заряжаешь голду. То есть не появится новых уязвимых зон, которые при переключении на голду ты пробьешь. Вот здесь на циферке 2 у тебя фугасы. Давайте попробуем, наверное, проехать. У нас тяж справа опять. Я, кстати, не посмотрел на ИСА-6 из прошлого боя. Какой-то плохой пенитрэйшн был. Ну, вот так же же в первый раз. Точно так же стрельнул. Слушай, а это против восьмерки, я вам скажу. А что же будет против танков девятого уровня? Ну, орудие прикольно. Мне нравятся орудия по точности. К нему вопросов не имею. На обычных фугасах напоминаю, альфа выше, так что если вы видите откровенно картонный танк, заряжайте обычный фугас и не тратьте хэши. Тем более даже не в целях экономии, а в целях того, чтобы просто выше альфа. Или корму увидите и знаете, что наверняка пробьете. И чё я с ним буду делать? Он про щиты, про щиты забыл, ребят. Да, забыл про щиты и забыл с фугасов переключиться. А, вспомнил. Понятно. Я не знаю, ребят, кто против меня играет на фугасах. Ну, 588. Ну, приятно же. Ну, если я тут сделаю 4000, ребят, обещайте, что за прошлый бой вы простите меня. Привет. Можете не прощать. Все хорошо. Там, там-то, ребят, 252, наверное, так и стоит. У него очень мало хп, вроде бы. Хорошо. Я мог бы, ребят, больше дать урона. Вы понимаете? Я мог бы здесь 5к дать. Ну, если бы не суперкрутой выстрел в землю. А так, получается, минус одна тычка в тот раз, когда, ну, борщ по нему дал. Так, 150 тысяч. Но здесь 150 тысяч плюс в фарме, ребят, потому что тут мастера я взял. Вот он, ребят, мой сокоманник. Ну, я не знаю, ребят, посмотрите, 11 тысяч боев, 20 тысяч боев у акулы, 3 тысячи. Ну, по крайней мере, не нубка. Ладно, хорошо. Так, сейчас, подождите, БЗшки позабираю. Ну, не прикольный танк. Ну, реально прикольный. А в первом бою совсем все плохо, да, было? А, 2000. Ну, отвратительный бой. Особенно, знаете, что отвратительно? Отвратительно. Даже не мой промах по Тортлу. А мои минус 3 хп. 252-му в борт. Кстати, 252-й тот же или нет? 252. Так, 2000 на конце. Нет. Посмотрим, девятки, не девятки. Я не то, чтобы очень хотел против танков девятого уровня попасться, но я думаю, что так обзор был бы, наверное, еще более наглядным. Нет? У нас три тяжа, у них два. Непонятно. Поедут, не поедут, но... Их тяжи мне очень нравятся. Так, могильщик, давай... Пол третьего. У них даже никого на балконе нету. Так, понятно. Все, стоим, ждем. Повезло, в пиксели прошло. Но я хочу позицию чуть-чуть улучшить. Не мешай. А я не знаю, там ПТ стоят, не стоят. Вообще, вот вы сравните выстрел до этого в пиксель и сейчас выстрел. Я под таким углом фугасом, наверное, не пробью его. Ну да, ты прав, могила. Надо ехать. Че тут стоять, ждать. Он скоро на КД пойдет, по-моему, уже. Если не уже. Позже, что мне с руками? Давай, стреляй уже. В борт не зайдет, скорее всего, фугас. Потому что там есть у него экраны. Вот, поэтому в борт лучше не стрелять. Капец, как же тебя семерка шьет. Ну ладно, ребят, такой пресненький бой, к сожалению. Как я не попал в этого баклажана? На ВК. Это, кстати, еще это добро, ребята, можно еще и слить. Скорее всего, так и произойдет, я думаю. Да, ладно, слив так слив. Офигеть. Офигеть. Да как же вы... Пробиваете-то так просто. А-а-а... Ладно, вот такой вот бой. На самом деле... Обидно, знаете почему? Потому что можно было выиграть. Ладно, фиг с ним. Такие тоже бои будут у вас, поверьте. Зото, видишь, настрел есть. Танк прикольный, танк интересный. Особенно в составе набора с Химерой. Это прям выглядит... Ну, прям действительно неплохой покупкой. Я не скажу, что это очень дешево. Но купить, задуматься о покупке стоит. Ребят, у меня на этом все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели видео до конца. Если вдруг кто-то из вас захочет обзор Химеры, говорите, пишите. Завтра, наверное, сниму обзор на Химеру. А у меня на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok